Всем доброго времени суток, мои дорогие подписчики! С вами Роман. Видео, созданное в ознакомительных целях, не является призывом к каким-либо действиям. Я только рассказываю, где лично я зарабатываю. Я никогда никого, ни к чему не принуждаю. Решение каждый принимает сам. Теперь по конкурсу. Пробежимся сейчас по конкурсу. У меня появились денежки, так сказать, свободные. Я решил разыграть среди своих подписчиков. Значит, сейчас все внимательно, только внимательно слушайте про конкурс. Почему? Потому что, во-первых, под моими роликами не все комментарии я вижу. Человек написал комментарий. Если я кому-то не отправил, не обижайтесь, я просто не вижу некоторые комментарии. Дальше второй вариант. Постарайтесь делать это все максимально быстро, потому что у меня дела. Я очень редко бываю на рабочем месте. Если я не выплатил сразу, могу выплатить через день, через два. Не нужно мне там 300 раз писать. Сейчас, с момента этого ролика, сейчас часик у нас еще есть на конкурс. Поэтому поспешите. Первые 10 человек получат по 1 доллару на свой PR-кошелек. Разыгрываем 10 долларов. Деньги небольшие, но на чашечку кофе, а так и небольшой бонус для своих подписчиков. Вот первые 10 человек. Я сам буду видеть комментарии, сам, может, кого-то пропущу. Я говорю, если не нравится конкурс, можете не участвовать. То есть, рандомайзеров сейчас я хорошего не нашел, нет времени разбираться в них. Конкурс, как бы, вот говорю, все как есть. Если вам не нравится, не пишите лучше ничего. Как бы, ну, вы ничего не теряете, там, это 2 секунды вашего времени. Просто напишите в ваш PR-кошелек и напишите что-то там, что вы думаете. Так, это конкурс. Дальше, теперь второй у нас сегодня момент очень интересный. Это то, что еще чуть позже еще расскажу про конкурсы. Досмотрите этот ролик только до конца. Что еще нужно сделать? Подписаться на мой новостной телеграм-канал. Написать PR-кошелечек, подписаться на мой канал, на новостной телеграм-канал. Там тоже я буду проводить, возможно, конкурсы. Там тоже будут у нас очень интересные конкурсы. Возможно, в будущем. Я пока ничего не хочу обещать. Я это все подумаю, как мне это сделать. Вот, чтобы не было такого, да, ты там нам пообещал, потом в итоге. Вот, я всегда все говорю по факту. Так, и сейчас у нас интересный проект, в котором я пока что не рекомендую, как бы, как говорится, пополнять. Вот, послушайте только меня внимательно, лучше. Да, проект у нас ходят слухи, то, что не один человек написал уже мне, не один. Ходят слухи, то, что тут дед. Дед, старик, там, ну, вы поняли, да, это такой прикол небольшой. Да, на самом деле его называют дедом для новых подписчиков, для тех, кто не знает. Ну, старички знают, да, что такое дед. Для тех, кто не знает, это был проект такой, там, Dede Futures, и такая кликуха у админа, его называют дедом. Вот, он работал 900 дней, и причем так сильно люди любили деда, что он уже скамбился, он уже начал выборочно кидать выплаты. Люди писали на МНГП, я делаю реинвест. У него спрашивают, да зачем ты делаешь? Он говорит, да я тут уже профитом, говорит, столько получил. Я просто, говорит, уже поддерживаю деда, говорю, я не жалко этих делях. Если тут действительно дед, этот проект очень мощный, это там, как бы, проценты небольшие, но там в течение, там, я уж не помню точно, там, можете это все посмотреть, информацию, да. Но, как бы, там постоянно, постоянно, там такие были у людей иксы, ну, 900 дней работы. Тоже, как бы, протезанил, потом он переоделся. Значит, сейчас вы видите вот этот дизайн, вот этот вот такой, скажете, да что это за дизайн, ну, какой-то школьник, да. Я вам сразу хочу сказать, это два года все время, вот у него такой дизайн, просто, ну, не просто дизайн, но такой дизайн на коленке, да. А потом просто красивейший сайт выходит, там, с такой, прям, с идеальным дизайном, который вы вообще нигде не встретите, да. Прямо картинка, конфетка просто выходит. Для чего такой дизайн делается? Для того, чтобы люди не закидывали проект и сюда не шли. Ну, это специально такая фишка, но это я объясняю для новичков, как бы, опытные инвестора, это все в курсе. Для того, чтобы проект пока развивался, пока там набирал, как бы, имя, набирал возраст. Кстати, я проверил срок регистрации домена, действительно, он зарегистрирован 2 февраля. Я думал то, что это фейковая информация, но, действительно, эта информация правдивая. Так, и сколько тут у нас? Так, 937 дней пишет то, что у нас running days. Почему, конечно, 937, если в году у нас 366, получается 700. А, ну да, все правильно, так и есть оно. Да, потому что сейчас-то у нас уже август, и все правильно. Так, сразу говорю, я пока рекомендую этот проект изучать, не кидаться в него, не закидывать. Минималочка тут 10 долларов, я уже хотел закидывать, но я лучше решил провести конкурс. То есть, почему не закидывать? Во-первых, эта информация не на 100%, что здесь именно дед. Во-вторых, тут, как бы, профит видим, то, что такой, как бы, ну, какой тут профит? Тут я за неделю буду получать 2%, ну, не очень-то интересно. Если закинуть сюда 100 долларов, за неделю я получу, как бы, 2 доллара. Вот, ну, не сильно интересно, вот, это, во-первых. Во-вторых, у меня нет точной информации на 100%, что это дед, я не хочу быть пустословом. Вот, как бы, люди говорят, что действительно дед. Поэтому рекомендую пока регистрироваться и писать аккуратно людям так само, чтобы они регистрировались, но не пополняли. Вот, конечно, если тут хоть тот дед, хоть не дед, хоть пенсионер, хоть старик, хоть кто бы тут не был, в любом случае инвестиции связаны с риском и решают только вам. Заставить я никого не могу. Так, давайте мы посмотрим, так, где тут наша находится реферальная статистика. Кстати, регистрация тут, тут такая, как бы, человек, который, кстати, мне скинул этот проект, я не буду провозглашать, кто это, я никогда этим не занимаюсь. Вот, но человек, который мне скинул этот проект, говорили, что дед. Ну, в принципе, много людей говорило. Вот, так, я даже не вижу тут ссылки свои реферальные. Так, где бы ее найти? Ну, настолько все сделано по-дебильному. Ну, это специально, да? Это партизаны, это во всех партизанах. Так, ага, referral links. Так, ну все, кажется, я увидел, да? Вот тут ее как-то можно найти аккуратно. Да, тут нас пока разберешься. Так, регистрации я не мог войти в кабинет свой еще 2 часа, нужно было подтвердить почту. Ну, конечно, не 2 часа, там, пару минут, да, но все-таки, да, нужно еще подтвердить после регистрации почту. Заполнить пароль, ответ на вопросы, там фраза ваша и все, как бы, да. Там почтовый индекс, дату проживания, там не обязательно заполнять. Вот, пока регистрируемся, изучаем. Это, как бы, я дал информацию, ни в коем случае не реклама, не призыв. А дальше все решать за вами. Так, с конкурсом разобрались. Побольше профита, не забывайте о рисках и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok